Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня в самых разных городах идут акции протеста, связанные с гибелью Дулата Агадила, который был убит в СИЗО города Астаны. Они сейчас проходят стихийно. Наши граждане требуют ответа со стороны прокуратуры, МВД. Власть действует неадекватно, вызывая ожесточение. Все больше у наших граждан своими репрессиями. Людей задерживают, увозят в полицию, потом их отпускают. Это повсеместно происходит по всей стране. То есть честного расследования от этой власти мы не дождемся. Потому что они сразу заявили, что оказывается, просто у Дулата была острая сердечная недостаточность. Я хочу вам напомнить, что когда в 2006 году были убиты известный политик Алтенбек Сарсимбаев со своими помощниками, а в ноябре 2005 года был убит Замамбек Нуркадилов, бывший мэр Алматы, Аким Алматинской области, общественный деятель, сразу было видно, что никакого серьезного расследования не будет, что власть просто все спрячет, все концы утопят в воду. Когда произошла трагедия с Замамбеком Нуркадиловым, власть по сути заявила, что Замамбек Нуркадилов покончил жизнь самоубийством. При этом все улики говорили, что это заказное убийство, потому что получается, что Замамбек Нуркадилов сам себя убил, ходил по дому, ходил в ванную, где были следы крови, потом лег, накрылся простыней и так умер. Как вы понимаете, три смертельных выстрела такому не могут привести, и расследования никакого не было. Не было почему? Потому что это преступление совершило власть, это сделал Назарбаев, устраняя своего политического оппонента, своего яростного критика. Так же было и с Замамбеком Сарсимбаевым. Первая версия, которую все средства массовой информации распространили, было написано, что погиб на охоте, случайный выстрел и тому подобное. Это была заготовленная версия, которая провалилась, потому что при первом же осмотре выяснилось, что они были убиты, а по сути были не просто убиты, а были демонстративно казнены. То есть нам посылали сигнал, нам, гражданам Казахстана, нам, представителям оппозиции, говорили, что с вами будет так же. Это была расправа, и все это свалили на каких-то исполнителей, на Ержанову Тимбаю, который якобы осуществил заказ, обиделся, что его обозвали алкоголиком. Как вы понимаете, это беспомощная версия, и в данном случае видно, что власти, изначально совершив это преступление, не собираются проводить никакого расследования. Почему они не собираются? Потому что в этом прямо участвовала сама власть, и погиб он в результате именно, судя по всему, убийства или отравления, или еще чего-либо. Но это в любом случае ответственность власти, потому что смерть Агадилла произошла в результате того, что они его захватили дома. Потом они распространили информацию, что он был и пьяный, и сердце у него, оказывается, было плохое, и все прочее. И вчера выступали его родственники, сын. Они рассказали все обстоятельства его захвата, и ответ однозначный, что все, что они говорят, это ложь, попытка прикрыть свое преступление. Люди приходили в масках, приходили без удостоверения. Мы все прекрасно знаем, что когда приходят работники полиции, они обязательно приходят в форме, и сопровождают все свои действия различными протоколами, удостоверениями, и все прочее. Вы всего этого не увидели на видео, которое было распространено. Людей в форме не было. Это люди, которые прятали свои лица. И затем власть распространила на следующий день лживую информацию. И сейчас происходит то же самое. Мы точно знаем, что от этой власти мы не дождемся правды. Уважаемые друзья, сейчас на самом деле очень сильно изменилась политическая ситуация в стране, потому что основная часть народа понимает, что наша бедность, наша безысходность, все преступления, которые совершаются в тюрьмах и зонах, в этом ответственный повинен Нурсултан Назарбаев. Ситуация кардинально изменилась. В 2011 году, на День независимости, были расстреляны наши соотечники, граждане Казахстана, мирные жители, Жанозени. И это опять власти сошло с рук. Почему сошло? Потому что мы массово не проявили солидарность. Потому что наше гражданское общество еще не было готово и не осознавало, кто же виновен в том, что мы живем бедные и нищие. Мы живем бедными и нищими. Куда девается наше национальное богатство? Я уверен, что сейчас многие прекрасно знают, что это политическая верхушка во главе с Назарбаевым, миллиардеры. Они крадут миллиардами, обрекая страну на нищету. Они организовывают пытки и убийства своих политических оппонентов. Они придумывают искусственные уголовные дела, преследуют своих оппонентов по всему миру только для того, чтобы страна жила такой нищей и безучастной жизнью, чтобы наши граждане не участвовали в политической жизни страны, что не было таких активных людей, как Дулата Гадил. Его, безусловно, устранили, чтобы мы все понимали, не просто полицейские, они действовали по команде сверху со стороны Комитета национальной безопасности. Арест политического активиста, который просто проявил якобы неуважение к суду, команда 15-20 человек, возможно, только тогда, когда звучит команда из Астаны, из Комитета национальной безопасности, во главе с Каримом Масимом, ближайшим приближенным Нурсултана Назарбаева. И поэтому ни у кого не должно быть иллюзии. Этот режим правду нам не скажет. Мы должны почтить память Дулата Гадила. Мы должны все знать, что это наш национальный герой, который ничего не боялся, выходил на акции протеста, сидел в тюрьмах, получал много административных арестов. Он был из тех, которые представляли опасность для режима. В их понимании он был буйный, в их понимании это был человек, который ничего не боялся, который мог повести за собой тысячи и тысячи. Именно поэтому он был устранен. Не потому, что у него сердце не выдержало, не потому, что он кому-то на локальном уровне какому-то суде не понравился. Нет, он представлял угрозу для всей политической системы. И поэтому он был устранен. Это мы должны отчетливо понимать. Если мы хотим изменения, если мы хотим, чтобы такие события больше не повторялись, мы должны выйти всей страной и выразить протест. Мы должны потребовать, чтобы этот режим освободил всех политических заключенных в нашей стране. Арон Атабек, Макс Бакаев, Мухтар Джакшев, Асет Абишев, их десятки, их десятки, этот режим их прячет, прикрываясь уголовными обвинениями. 22 февраля и до этого были задержаны десятки, сотни людей, и они до сих пор сидят в тюрьмах. Мы должны потребовать этого режима, чтобы этот режим освободил всех политических заключенных. Жизнь Дулата Годила была посвящена свободе нашей страны, чтобы было построено демократическое государство. Он открыто и публично заявлял, что он поддерживает демократические выборы Казахстана. В интернете его заявления, обращения стоят. Это человек, который сделал огромный вклад в борьбе за независимость нашей страны. Вчера одна девушка плача говорила, у нас у всех работа, вы говорите, что мы работаем, нас уволят, мы боимся. Она говорила, у нас у всех дети, а вы говорите, что у нас дети, мы ничего не можем сделать, мы боимся. И она говорила, вот мой ребенок, вот я тоже работаю, но я вот выхожу, я требую. Она вчера произнесла очень сильную пронзительную речь, ей всего лишь, наверное, лет 20, молодая девушка. Я убежден, что только тогда, когда мы будем занимать такую позицию, мы сможем изменить страну, только тогда, когда мы объеднимся, как сегодня происходит на всех площадях страны, в Алма-Ате, в Астане, когда сотни людей выходят и требуют от власти ответить за это преступление, только таким образом мы добьемся перемен, только тогда, когда мы объеднимся, когда выйдем на площади, и когда мы не будем создавать ситуации, чтобы повторялись, как это было с Дулатом Агадилом, а это возможно только тогда, когда власть будет понимать за свои преступления, она ответит, безусловно ответит, и мы должны этого добиться. Завтра в 11 часов будет прощание с Дулатом Агадилом, его в селе, в селе Талбкер, в мечети в 11 часов. Многие из вас, которые хотели бы прийти, выразить соболезнования, помочь как-то семье, они не смогли добраться, потому что полиция страны получила команду не пропускать, не выпускать, держать порядок из городов окрестных, там, Шимкента, я знаю, задержали, из Усть-Камегорска, из других городов, люди пытаются добраться, приехать, помочь семье, но эта власть арестовывает, задерживает, без каких-либо оснований, просто задерживает людей. Поэтому, уважаемые друзья, я понимаю, что тысячи людей хотят выразить свое уважение, свое почтение, попрощаться с Дулатом Агадилом. Я призываю это сделать всем в своих городах и населенных пунктах. В 11 часов по Алматы, около Акиматов, я предлагаю и призываю наших граждан прийти и отдать дань уважения, проститься с Дулатом Агадилом. В 11 часов около Акиматов страны, около Акиматов населенных пунктов вы можете произнести прощальные речи, посвященные Дулату Агадилову. Я считаю, что мы должны потребовать в 11 часов дня освободить всех политических заключенных в нашей стране. Мы должны потребовать от этой власти, чтобы они ответили за это преступление. Все виновные были найдены. Мы должны все понимать, что главный преступник всего этого Нурсултан Назарбаев, который построил эту мафиозную систему, которая убивает людей, когда существует беспредел полиции, когда законы не работают. Тетушки власти сейчас пытаются перевести стрелки на МВД. Они говорят, что должен уйти отставка уйти министр внутренних дел или какие-то еще стрелочники. таким образом они хотят утопить народный гнев. Утопив, утопить на уровне какого-то исполнителя, стрелочника, министра. Но мы с вами должны понимать четко одно. Эта политическая система воровская и бандитская на всех уровнях этой власти внутри МВД и не только МВД сидят отморозки этой власти и вы на себе это испытываете, когда они вас задерживают на митингах, когда они вас избивают в тюрьмах, когда они вас пытают, везут в автозаках. Вы знаете, что эта система, что это отморозки, они собраны самым главным бандитом страны Нурсултаном Назарбаевым. И вина на нем и больше ни на ком. Вина на нем и на его окружении и на той политической системе, которую он выстроил. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас завтра в один часов прийти к Акиматам своих населенных пунктов, городов, попрощаться с Дулатом Агадилом, проводить прямые эфиры. Я обращаюсь к тем жителям, которые будут завтра в селе Талабкер, чтобы они могли вести прямые репортажи оттуда, показывая, что у вас происходит. Ясно, что эта власть будет пытаться затушить народный гнев. ясно, что имамы по всей стране завтра будут говорить, что вот это Аллах, что дал, что называется, что так же получилось, надо терпеть и так далее. Это ваш выбор. Но мы все должны понимать, если мы не будем действовать, если мы не будем требовать завтра этой ситуации повториться, этот режим такими действиями будет пытаться запугать нас всех, а мы не должны позволить им это сделать. Я хотел бы напомнить многим, что европейские депутаты сейчас находятся в нашей стране, они забалтываются правительством, рассказывают о своих успехах и, конечно, мимо них не должно пройти правда, правда того, что происходит. Я знаю, что среди этих депутатов много прирученных, приглаженных действующим режимом, которые им рассказывают сказки, и они многие хотят этому верить, просто хотят по своим тем или причинам, но среди них много порядочных людей, и они, безусловно, расскажут правду в Европейском парламенте. Поэтому мы все должны понимать, что завтра власть будет тихая, она будет осторожничать, потому что есть представители Европейского парламента, и они увидят, как ведет себя эта власть. Итак, уважаемые друзья, завтра в 1 часов 27 февраля около Акиматов по всем городам и населенным пунктам мы прощаемся с Дулатом Агадилом, всем близким я хочу выразить соболезнования Иманды Уолсон, нам всем я желаю, чтобы мы добились перемен, построили новую страну, чтобы та жертва, которую понес Дулат Агадил, она не пропала зря, чтобы это не просто была какая-то трагичная ситуация, мы должны понимать, что Дулат Агадил сделал свой большой вклад в развитие новой демократической страны. Алга, Казахстан. Казахстан. Казахстан.